Этот автомобиль привлек внимание стопхамовцев по двум причинам. Он припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена». Но более того, в салоне без присмотра находились маленькие дети. Об этом активисты сообщили в полицию. Мы из федерального проекта стопхам проводим рейс по спортивной 4. Двое малолетних детей, закрытая машина, закрытые окна, грудничок и маленький ребенок через 3-4 лет. Водителя нет. Через 20 минут появилась мать семейства. Руководитель движения стопхам провел с ней разъяснительную беседу и пожелал доброго пути. Тем не менее, полиция начала проверку инцидента. «Меня вызывал следователь по поводу нашего рейда на набережной. Оказалось, что матери грозит штраф 5000 рублей и возбуждение административного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Пока с ней проводится профилактическая работа», – сказал Сергей Маслаков, руководитель движения стопхам. Все чаще в сводках полицейских новостей мелькают сообщения об оставленных в машине на морозе или жаре малышах. Последствия такой халатности бывают самые печальные. У душ, яднедостатка воздуха – самая частая причина гибели детей в машине. «В преддверии летнего времени года, жаркого времени года, многие родители оставляют в машине младенцев, грудных детей, пусть поспит. Ребенок может получить даже смертельный тепловой удар. Имел место случай, когда ребенок воспользовался зажигалкой, которую оставил отец, зажег ее, загорелся салон автомобиля». Также известны случаи, когда маленькие дети задыхались в салоне автомобиля, запутавшись в ремнях безопасности. Кроме того, существует потенциальный риск угона автомобиля вместе с ребенком, когда дети фактически попадают в руки преступника. Есть еще одна проблема. Она часто возникает в крупных городах России. Нередки случаи, когда эвакуаторщики увозят машины на штрафстоянке вместе с детьми. Общественники призывают их всегда заглядывать внутрь салона. Но в первую очередь внимательными должны быть родители. К слову, в российском законодательстве предусмотрена уголовная и административная ответственность за оставление детей в опасности. «Оставление в опасности наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до одного года. Статья 156 Уголовного кодекса, ненадлежащая исполнению родительских обязанностей, соединенная с жестоким обращением по отношению к несовершеннолетним, наказывается штрафом до 100 тысяч рублей либо лишением свободы сроком до трех лет». Однако самое страшное наказание – нанесение вреда здоровью ребенка. Чтобы этого не произошло, стоит придерживаться элементарного правила – не оставлять своих детей в опасности даже на несколько минут. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.